Добрый день, друзья! Я астроном Владимир Сурдин, работаю в Государственном астрономическом институте имени Штернберга. Это часть Московского университета имени Ломоносова. Сегодня я расскажу вам об экзопланетах. Итак, экзопланеты. Начнем с нашей, солнечной. В солнечной системе большая звезда Солнца и восемь, как мы их называем, больших планет. Кроме них, конечно, в солнечной системе есть и другие тела, хотя их общая масса невелика, и мы их называем малые объекты солнечной системы. Это астероиды, то есть более или менее каменного состава небольшие тела. Кометы, более или менее ледяные тела, хотя и те, и другие, и кометы, и астероиды содержат и камень, и замерзшие газы. Газы — это такие летучие вещества, которые в основном состоят из воды, метана и этана, замерзающих при низкой температуре. Ну и еще некоторые тела, о которых мы чуть позже поговорим. Конечно, главный объект солнечной системы — это Солнце и восемь больших планет. Но обратите внимание, насколько Солнце, а здесь оно показано в одном масштабе с планетами, насколько оно больше даже самых крупных планет. Слева направо мы видим Юпитер, Сатурн без кольца. Кольцо — это небольшое украшение планеты. Уран и Нептун. И дальше идут маленькие, еле заметные объекты, которые наиболее интересны с нашей точки зрения, потому что это Земля, наша обитаемая планета — Венера, Марс и Меркурий. Вот и все, что можно было бы изобразить в одном масштабе, глядя на Солнечную систему издалека. Все остальные малые тела настолько мелки, что их просто невозможно. Они все на этой картинке были бы мельче одного пикселя. Но, конечно, Солнце содержит основную массу, более 99,5% общей массы Солнечной системы сосредоточено в нашей звезде. Вопрос, а есть ли у других планет звезды? В общем-то, астрономы никогда не сомневались, что у других звезд тоже есть планеты. Но как их обнаружить? Звезда — это яркий источник света, а планета лишь отражает малую часть своего солнечно-звездного света своей родной звезды. Конечно, трудно было бы представить, что издалека мы можем одновременно увидеть и планету, и ее гигантскую яркую звезду. Вот если посмотреть на Солнечную систему издалека, что бы мы увидели? Здесь на четырех фотографиях одной и той же части неба показаны снимки, сделанные с разными экспозициями. Когда экспозиция невелика, мы видим звезду довольно небольшого масштаба и могли бы попробовать различить что-то рядом с ней. Но, конечно, это что-то себя не проявит, потому что даже яркая звезда с трудом поддается фотографированию при небольшой экспозиции. Мы увеличиваем экспозицию раз за разом. В поле снимка появляются слабосветящиеся объекты, но звезда настолько много света направляет в телескоп, что ее изображение расплывается. Здесь оно еще не очень сильно, а здесь просто невероятно расплылось. И, конечно, заметить что-то там рядом с ней маленькое, никаких шансов, казалось бы, не было. И действительно, их не было еще даже в конце прошлого, 20 века. О том, как эти шансы появились недавно, я вам расскажу. Но и в 20 веке астрономы пытались обнаружить планеты рядом со звездами. И идеи состояли в следующем. Хорошо, мы не можем увидеть слабосветящуюся планету. А действительно, вы знаете, что наша Земля отражает менее одной десятимиллионной части солнечного света. Ну, какая надежда ее увидеть? Однако и Земля, и другие планеты, обращаясь вокруг Солнца, заставляют и его тоже двигаться вокруг общего с планетами центра масс. Так давайте, если мы видим звезду, давайте следить за ней. Может быть, ее движение подскажет нам, что рядом с ней наблюдаются, существуют планеты. Такие попытки начались с середины 20 века. Если звезда движется на небе по прямой, значит, рядом с ней нет планеты. Но если звезда выписывает колебания, такие синусоидальные вверх и вниз, со стороны в сторону, то, наверное, следя за звездой, мы могли бы узнать, с каким периодом обращается планета вокруг нее. Насколько массивна планета? Ну, массивная планета будет с большой амплитудой перемещать звезду вдоль ее траектории. Маленькая планета с небольшой и так далее. Но даже если бы мы смотрели на солнечную систему от ближайших звезд, движение самого Солнца имело бы очень маленькую амплитуду, в основном за счет притяжения к Юпитеру. Юпитер наиболее массивная планета, именно он больше других влияет на Солнце. Но посмотрите, каков размах движений Солнца был бы для наблюдателей, живущих у соседних звезд. Одна тысячная, ну или несколько тысячных долей угловой секунды. Это безумно малая. И тем не менее, некоторые астрономы решились на такие поиски. Наиболее усидчивым из них был американский астроном Питер Ван де Камп, который пытался много лет, несколько десятилетий наблюдать за движениями вот этой довольно слабенькой, маленькой звездочкой, она намного менее массивная, чем наше Солнце, так называемая звезда Барнарда. А часто ее называют летящая звезда Барнарда, потому что она довольно заметно перемещается от года к году на фоне других более далеких звезд. Почему? Да потому что она ближе к нам, и мы легче замечаем ее движение в пространстве. Именно на это и был расчет Питера Ван де Кампа, который в начале 60-х объявил, что кажется, у этой звезды есть планета. Звезда покачивается в своем движении. Но следующие годы принесли разочарование Питеру Ван де Кампу, потому что его более молодые коллеги, его ученики, используя более мощные телескопы, доказали, что никаких видимых движений звезда Барнарда нам не демонстрирует, а значит рядом с ней нет массивных планет. Питер Ван де Камп так и умер, не поняв, ошибался он или нет. На самом деле он ошибался. Те движения, которые ему показались, это все на пределе возможностей тогдашней техники, они, конечно, не присущи звезде Барнарда. Но, как выяснилось недавно, у звезды Барнарда все-таки есть планета. Но астрономы той эпохи, конечно, не могли об этом знать. Сегодня астрономы запускают гораздо более чувствительные инструменты, запускают их в космос. Вот самый крутой из них – это астрометрический спутник Гайя, который способен не то что тысячные, а миллионные доли угловой секунды замечать в перемещении звезд. И мы надеемся, что в ближайшие годы, наблюдая несколько лет за движением ближайших к нам звезд, именно эта космическая лаборатория, точнее даже обсерватория Гайя, она будет способна обнаруживать таким образом планеты за пределом Солнечной системы. Но пока этот метод себя не оправдал, нашелся другой, более чувствительный метод обнаружения планет у далеких звезд – доплеровский. Вы знаете, наверное, эффект доплера состоит в том, что если светило, например, звезда приближается к нам, линии в ее спектре смещаются в голубую сторону, а если удаляется, то в красную. Это эффект доплера, о котором в школе на уроках физики идет разговор, но он оказался очень чувствительным и очень продуктивным для поиска невидимых планет рядом со звездами. Если планета обращается вокруг звезды, то мы, глядя на звезду, будем замечать регулярное то в голубую, то в красную сторону перемещение линии в ее спектре. И таким образом скорость движения звезды вдоль луча зрения наблюдателя расскажет нам о том, какая планета, с каким периодом, с какой массой, на каком расстоянии от звезды обращается, хотя остается невидимой для нас. Вот так выглядит спектр Солнца. Он настолько длинный, настолько сильно расщеплен, что приходится нарезать его на кусочки и складывать стопкой от голубого к красному концу. Но вы видите отдельные спектральные линии. Именно за их движением астрономы стали следить. В начале 90-х годов несколько групп астрономов, это группа американского астронома Джеффри Марси и его сотрудника, сначала аспиранта, а затем и сотрудника, Поля Баттлера. А это менее богатая, я бы сказал, группа европейских астрономов. Мишель Майор и его аспирант, следом через несколько лет и его ближайший сотрудник Диди Акило, они в Европе, на юге Франции, в небольшой обсерватории, тоже занялись такими поисками. Почему я сказал, менее богатая? Потому что это очень трудоемкая и очень затратная деятельность, создать специальное оборудование, специальные спектрографы для наблюдения за движением звезд. Действительно требуются очень тонкие методы и немало средств для того, чтобы создать такие спектрографы. Как это выглядит? Телескоп наблюдает свет звезды. И обычно астрономы прикрепляют оборудование к самому телескопу. Но телескоп поворачивается, когда следит за звездами. Температура, например, под действием теплого тела самого наблюдателя, меняется рядом с телескопом. И все это влияет на точность наблюдений. Поэтому майор Экило поместили свой спектрограф в термостатированное помещение, куда сами не заходили годами. А свет, собранный телескопом, по оптоволокну отправили туда, и там получали спектр звезды с очень высокой точностью измерения положения спектральных линий. Даже малые колебания звезды вдоль луча зрения приводили к тому, что спектрограф это замечал. И вот, наконец-то, первое открытие. 1995 год. Наблюдая в течение нескольких недель за звездой 51-й созвездии Пегаса, Мишель Майор и Дидье Кило обнаружили ее регулярные колебания. Это было открытие первой планеты рядом со звездой типа Солнца. За эту замечательную работу несколько лет назад эти астрономы получили Нобелевскую премию. И действительно, работа великолепная, и оценка ее величайшая по масштабам нашей современной земной науки. Нобелевская премия – это все-таки высшая оценка для научной работы. Что обнаружили астрономы тех лет? Конечно, они могли обнаружить только очень массивные планеты рядом со звездой. Чем ближе планета к звезде, тем сильнее она может раскачивать звезду. Это становится заметным. Впечатление было подобное взрыву бомбы. Как массивные планеты типа Юпитера и Сатурна, которые в нашей Солнечной системе живут вдали от Солнца, оказались рядом с некоторыми звездами, буквально в прикирочку. Конечно, это не фотография перед вами, это рисунок художника. Но так условно нарисована эта гигантская планета, она больше Юпитера, рядом со своей звездой. Конечно, звезда ее нагревает. Атмосфера этой планеты нагрета до тысяч, полутора, иногда двух тысяч кельвинов, градусов. И поэтому такие планеты получили прозвище «горячие Юпитеры». Иногда они настолько горячие, что атмосфера планеты буквально испаряется на наших глазах, окутывает эту планету огромным гало, и даже вдоль орбиты планеты тянется ее газовый хвост. То есть планета становится похожа на комету, которая испаряется под действием Солнечного света. Вот такие удивительные, совершенно неожиданные планеты «горячие Юпитеры» были в первую очередь обнаружены рядом со звездами. Но методы поиска экзопланет развивались. И появился еще один. Если нам повезет оказаться в плоскости орбиты далекой планеты, то она регулярно будет проходить на фоне диска своей звезды. И на некоторое время затмевать звезду. Конечно, не всю звезду, а только ее кусочек. Но мы должны наблюдать планету и звезду. Затем затмение планеты, микрозатмение, такое маленькое затмение. Их называют прохождением планеты на фоне звезды. По-английски это «transit» – «transit of the planet» – транзит планеты. Затем планета снова становится видна. Яркость ее увеличивается, потому что к нам поворачивается ее дневное полушарие. Затем планета заходит за звезду. И немножечко меняется общая яркость этой системы. Потом планета появляется за звезды. И вот так регулярно она должна проходить. То на фоне звезды, то за ней. И таким образом мы ожидаем регулярное изменение общей яркости этой системы. Планета плюс звезда. Вот посмотрите, как это на анимации показано. Конечно, планета всегда меньше звезды. Даже когда наш родной Юпитер проходит на фоне нашего родного Солнца, он затмевает всего лишь одну сотую часть поверхности солнечного диска для далекого наблюдателя. Поэтому изменение яркости Солнца будет невелико, всего на 1%. И заметить это не так легко, когда вы работаете на поверхности Земли. Но если телескоп отправлен в космос, для него эта задача облегчается. Ему наша атмосфера не помеха. Он может очень точно измерять яркость звезд. И такой телескоп был отправлен в 2009 году. На орбиту вывели довольно крупный. Он немножко меньше телескопа Хаббл. Но все-таки крупный. Диаметр его объектива почти 1 метр. Телескоп Кеплер. И он несколько лет усидчиво смотрел в одну и ту же часть неба. Вот тут показано поле зрения этого телескопа. Оно частично покрывало Млечный путь, где очень много звезд. Но они там так тесно расположены, что иногда трудно отделить свет одной от света другой. А часть поля зрения смотрела вне Млечного пути. Там звезды реже расположены. И довольно легко отделить свет одной от света другой. В общем, телескоп Кеплер в течение нескольких лет исследовал, измерял яркость примерно 200 тысяч звезд. И вот посмотрите на статистику открытия экзопланет до 2009 года. Конечно, с Земли мы тоже кое-что открывали. Но это несколько сотен экзопланет. А с началом работы телескопа Кеплер резко изменился темп открытия планет. И на сегодняшний день, на октябрь нынешнего года, мы видим более 4 тысяч экзопланет, надежно обнаруженных рядом с их родными звездами. Если вас будет интересовать текущее состояние этой работы, наберите вот этот адрес в интернете, exoplanet.ue, европейский домен. Exoplanet – это самое удобное, пожалуй, хранилище данных, энциклопедия экзопланет, где все данные о них, об их родных звездах, вы найдете в текущем состоянии на каждый день каждого года. Кстати говоря, эту энциклопедию поддерживают выпускники нашего астрономического отделения МГУ, которые работают во Франции. Методы поиска экзопланет постоянно совершенствуются, постоянно предлагаются новые. Мы уже обсудили с вами два. Лучевые скорости методом Доплера измеряются, астрометрические. Пока они не очень продуктивны, но я надеюсь, в ближайшие годы они скажут свое слово. И метод транзитов, прохождение планеты на фоне своей звезды. Но есть и другие методы. Вот тут на общей карте показано, как разветвляются, становятся все более детальными методы поиска экзопланет. Но по-прежнему самыми продуктивными являются два. Это Доплеровский и метод транзитов. Остальные пока еще небольшой вклад вносят в обнаружение экзопланет. Гравитационное микролинзирование довольно перспективный метод. И он только начинает развиваться, но обещает нам довольно интересное открытие. В чем он состоит? Мы с Земли смотрим на далекую звезду. Если между ней и нами проходит какая-то звезда с планетой, то они своей гравитацией немножко искажают пути световых лучей, идущие к нам от этой далекой звезды. И как линзы работают, увеличивают ее яркость. И мы можем заметить на общей кривой изменения блеска тот вклад, который дает гравитация планеты. Вот перед вами настоящее реальное измерение. Звезда, все-таки звезда массивное тело, проходит на фоне другой далекой звезды и увеличивает ее яркость. Затем она кончает прохождение, и яркость далекой звезды уменьшается. Но тут, вот здесь в увеличенном виде, мы видим маленький печок, такой вторичное, ненадолго случившееся изменение яркости. Это вклад планеты, которая рядом с этой звездой живет. И таким образом мы узнаем об ее присутствии. Обнаружено очень много экзопланет, и их параметры измеряются довольно точно. И масса доплеровским методом, и размер планеты методом прохождения. И вот здесь, на этой общей картинке, показано, каков состав может быть внутри экзопланеты, из чего она состоит. Ведь при большой массе и малом размере, очевидно, эта планета из вещества высокой плотности состоит. Например, из металлов. Металл, либо металл и окислы каких-то металлов, как вот Земля. Типичный состав Земли – это камень и металлическое ядро. Либо отсутствие ядра, либо планета богата летучими веществами, либо она вообще полностью состоит из летучих веществ. И, как видите, большинство планет укладывается в этот диапазон от самых плотных до самых разреженных, но некоторые выходят за этот диапазон. В чем дело? Эта планета настолько близкая к звездам, своим родным звездам, что звездный свет разогрел их и заставил расшириться их атмосферу. И у них настолько протяженная атмосфера, что она увеличивает видимый нам с Земли диаметр этой планеты. Но нас в первую очередь, конечно, интересуют планеты типа Земли. Почему? Да потому что только на них мы ожидаем присутствия жизни. Все-таки каждый человек, когда ему рассказывают о далеких планетах, в первую очередь интересуется, а какой там климат, а какие там условия, а может ли там развиться жизнь земного типа. О других жизнях мы пока не имеем представления. У нас только один вариант – земная жизнь. Поэтому мы ищем планеты типа Земли. И они, конечно, находятся. Перед нами для сравнения фотография Венеры, фотография Земли и изображение некоторых экзопланет на основе того, что мы о них знаем. Но я сразу вас предупреждаю, дорогие слушатели и зрители, что вот эти рисунки, они не имеют отношения к реальной географии, к реальному внешнему виду экзопланет. К сожалению, наши телескопы современные не способны увидеть детали на их поверхности. Лучшее, что мы можем, это различить маленький огонечек, только зафиксировать свет, идущий от экзопланеты. Но, конечно, географические детали мы на них не различаем, поэтому относитесь осторожно к тем рисункам экзопланет, которые вам показывают журналисты. Это рисунки. Но размер и массу мы научились измерять. И размер у некоторых экзопланет ничем не отличается от размера Венеры, Земли и, может быть, Марса. Но размер и масса – это еще не все. Надо, чтобы условия, чтобы климат на экзопланете тоже соответствовал земному. А что значит соответствовать? Чтобы планета находилась примерно на таком же расстоянии от своей звезды, как Земля от Солнца. Дело даже не в самом расстоянии, а в количестве света, которое падает на Землю. Вот тот диапазон расстояния от Солнца, где на поверхности планеты царят нормальные, с нашей точки зрения, условия, мы называем зоной жизни. Или, точнее, зоной возможной жизни. Это диапазон расстояния, где температура на поверхности планеты составляет от 0 до 100 градусов по Цельсию, чтобы вода жидкая оставалась на поверхности планеты и способствовала развитию жизни. В нашей Солнечной системе Земля находится в идеальных условиях, в середине зоны жизни. Но сама зона понемногу перемещается. Когда Солнце было молодым, оно не так ярко светило, не так сильно нагревало планеты. Эта зона была близко расположена к Венере. Возможно, тогда на Венере царили более благоприятные условия, чем сегодня. Сегодня там жара. Зона жизни переместилась, Земля по-прежнему в ней, и Марс уже попал, можно сказать, в холодную часть зоны жизни. На Марсе прохладно, но все-таки условия для жизни там не оптимальные, но существуют. Таких же экзопланет, находящихся в зоне жизни своей родной звезды, мы стараемся обнаружить. Вот это наше Солнце изображено, его зона жизни, в ней и Земля. А это, пожалуй, одна из перспективных звезд Голизе 581 и шесть, как несколько лет казалось назад, шесть ее экзопланет расположены, причем одна из них тоже в середине ее зоны жизни, как нам тогда казалось. Но еще одно мое отступление. Имейте в виду, что те работы, которые ученые проделывают сейчас по поиску экзопланет, это очень сложные работы. Всего лишь несколько научных групп в мире обладают теми приборами, которые вообще способны заметить присутствие планеты у другой звезды. Тем более, когда мы получаем сообщение об открытии новой экзопланеты, надо осторожно к этому относиться. Не исключено, что в нем есть какие-то недостатки, ошибки. Вот пример. Это как раз планетная система Голизе 581. Сначала было сообщение, что там обнаружены восемь планет, причем одна из них, планета G, а их номенклатура простая. Каждая планета называется именем звезды плюс латинская буква по порядку открытия. А это сама, Эй, сама звезда, потом Б, С, Д и так далее по порядку открытия. Вот планета G оказалась очень перспективной. Но кончилась с тем, что дополнительные наблюдения показали отсутствие этой планеты. Оказалось, это, как сказать, шум прибора демонстрировал нам на, указывал нам на присутствие этой планеты, а на самом деле более тщательные наблюдения выявили ее отсутствие. Но планеты C и D находятся одна на горячем, а другая на холодном краю зоны жизни. Так что жизнь на них, в принципе, возможна. Хотя условия там не такие благоприятные, как были бы на той планете G, которая оказалась несуществующей. В других экзопланетных системах есть более перспективные тела. Ну, например, планетная система Кеплер-22. Звезда и ее планеты названы именем телескопа, который ее открыл Кеплер. 22-й номер по каталогу. Ну, а планеты там называются планета B. Это первая открытая в этой планетной системе. Она покрупнее, чем наши родные Венеры и Земля. Но не настолько велика, чтобы сказать, что совсем уже не похожа на Землю. Она землеподобная, и на ней может быть атмосфера. Она все-таки большой гравитацией обладает, удерживает рядом с собой воздушную оболочку. И она находится на теплом крае зоны жизни своей родной звезды. Есть и другие. Ну, вот очень перспективная экзопланетная система Кеплер-90. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь планет. Правда, восьмая пока под вопросом. Ну, по крайней мере, семь планет тут абсолютно надежно обнаружены. Причем расположены они в таком же порядке, как планеты Солнечной системы. Гиганты вдалеке от звезды, а планеты земного типа вблизи. Ну, почти копия Солнечной системы. Вот, если сравнивать нашу родную Солнечную и Кеплер-90, то большого различия мы не увидим. Ну, и, пожалуй, самое интересное среди обнаруженных на сегодня – это планетная система звезды Трапест-1. Там семь планет, все они похожи на Землю, и некоторые из них находятся несколько, не одна, а несколько в зоне жизни. Вот данные о них. Вы потом можете пересмотреть их, остановив эту трансляцию в записи. И посмотрите, как они хорошо расположены. Это Солнечная система и оптимальное место, ну, оптимальное, конечно, там, где наша Земля. И Трапест-1, практически все ее семь планет находятся в пределах зоны жизни этой звезды. Ну, в оптимальной области, по крайней мере, две планеты, безусловно, находятся, и они очень похожи на Землю. В общем, казалось бы, надо лететь туда и обнаруживать там внеземную жизнь. Но не все так просто. Дело в том, что сама звезда Трапест-1 не похожа на Солнце. Это красный карлик. Звезда маленькая и довольно активная. На ее поверхности постоянно, ну, или довольно часто происходят мощные взрывы. На Солнце они тоже происходят, но они такие мощные. И главное, мы далеко от Солнца, мы земляне, и на нас они не очень сильно влияют. А планеты в системе Трапест-1 расположены близко к своей звезде, потому что она их слабо нагревает. И каждая вспышка на ней угрожает жизни на этих планетах. Ну, мало ли. А может быть, жизнь там нашла подходящее место под землей, под грунтом и спасается от этих мощных солнечных, ну, не солнечных, а звездных вспышек своей родной звезды. Вот потенциально интересные экзопланеты, которые на сегодняшний день считаются самыми притягательными для поиска жизни. Ну, они изображены рядом с планетами нашей Солнечной системы. Ближайшая расположена у самой близкой к нам звезде. Звезда Проксимуса, звезды Кентавр. Это ближайшая к Солнечной системе звезда, и у нее обнаружилась планетная система. У нее, простите, обнаружились планеты. Две планеты, причем одна из них находится в зоне. Во-первых, ее масса, почти в точности массе Земли соответствует. Во-вторых, она в зоне жизни своей звезды. Ну, то есть, просто идеальная цель для поисков жизни за пределами Земли. Как мы это пока можем делать? Пока мы не способны отправить туда космический аппарат, мы можем только наблюдать за этими планетами. И мы их видим, мы их реально видим. Современная техника помогает закрыть свет звезды и следить даже за движением по орбите ее родных планет. Настолько совершенная сегодня техника, что мы можем практически затмить звезду и смотреть, получать свет от ее планеты. К сожалению, пока только от далеких планет. Вот тут в масштабе Солнечной системы это орбиты Нептуна. То есть, вот тут все бы наши планеты родные, вплоть до Нептуна, уложились. А наблюдаем мы свет только далеких от звезд планет и очень крупных. Потому что вблизи они все-таки меркнут в рассеянных лучах своих родных звезд. Не только у одиночных звезд, но и у двойных, и у тройных звезд уже обнаружены планеты. Причем мы уже можем смотреть и реально видеть, как формируются планеты у других звезд. Раньше мы это только на картинках в учебниках изображали. Вот такие картинки вы встретите в учебниках. Как мы представляем себе этот процесс? А теперь с помощью специальных систем радиотелескопов мы реально видим протопланетные диски и формирующиеся в них планеты. То есть, можем проследить за всеми этапами формирования планет у других звезд. Вот изумительного качества изображения, полученные буквально в последние годы с помощью самых современных телескопов. Глядя на далекую планету, конечно, наиболее перспективный метод обнаружения, изучения ее атмосферы – это в тот момент, когда планета проходит на фоне звезды. Мы иногда и в нашей Солнечной системе видим, как Венера и Марс проходят на фоне Солнца. И когда-то, 200 с лишним лет назад, именно это прохождение планеты Венеры на фоне Солнечного диска помогло Михаилу Васильевичу Ломоносову обнаружить у Венеры атмосферу. Это замечательное открытие сделал наш российский ученый. И проходя через верхние слои атмосферы планеты, свет звезды демонстрирует нам и наличие атмосферы, и даже может подсказать, каков ее химический состав. Потому что в спектре остаются линии поглощения наиболее интересных молекул. А что мы там ищем? Мы ищем, конечно, следы кислорода, следы воды, то, что необходимо для жизни, может быть, следы метана, как продукта жизнедеятельности. Именно эти биомаркеры мы надеемся обнаружить в атмосферах экзопланет. Эти наблюдения уже начались, но пока они дают нам сведения только об атмосфере самых крупных планет. Маленькие мы еще не способны заметить. Но метод развивается, мы его уже даже испытали на нашей собственной Земле. Глядя на молодую Луну, мы видим ее темную сторону, освещенную светом Земли. Это так называемый пепельный свет Луны. Солнце освещает Землю, Земля отражает лучи на Солнце, потом эти лучи снова приходят к нам на Землю. То есть они раз, два и третий раз проходят через атмосферу Земли. И таким образом мы можем изучить атмосферу Земли, как будто бы она экзопланета. И вот в момент полного лунного затмения телескоп Хаббл в прошлом году посмотрел на Луну, увидел свет, прошедший через атмосферу Земли, снова попавший, отразившись от Луны в телескоп. И таким образом обнаружил в атмосфере Земли все биомаркеры. И молекулы воды, и молекулы кислорода, и даже молекулы метана. Где астрономы нашли на Земле наиболее удобные места для исследования экзопланет? Таких мест немного, это самые оптимальные. Например, на севере Чили в горах, очень сухие, хорошие, приспособленные для этого горы. Или на вершинах древних вулканов, например, на острове Гавайи, где 4-километровой высоты вулкан оказался очень перспективным, очень удобным местом для размещения крупных телескопов. Что мы пытаемся обнаружить, глядя в эти телескопы? Ну вот спектр Солнца. Солнце светит в оптическом диапазоне. Земля и другие планеты части этого света отражают, но очень малую, примерно одну миллиардную часть. А вот, скажем, в инфракрасном диапазоне планета, нагретая Солнцем, уже отражает, точнее излучает больше, чем в оптическом диапазоне. Планета становится ярче. Так что в инфракрасном диапазоне мы собираемся изучать экзопланеты. Сегодня для детального поиска экзопланет в космосе летает несколько небольших спутников, которые ищут все самые перспективные экзопланеты для дальнейшего их исследования. А дальнейшее исследование мы хотим поручить телескопу, который отправится в космос в ближайшие годы. Скорее всего, в будущем году, я думаю, состоится его запуск. Это очень крупный космический телескоп Джеймс Уэбб, и его возможности уже будут намного больше, чем возможности наземных телескопов. Ну и, наконец, мы мечтаем о том, чтобы осуществился проект внезатменного звездного коронографа. Это вот что такое. Будет запущен телескоп, и специальная система, которая отсоединится от этого телескопа, развернется в виде огромного экрана, удалится от этого телескопа на большое расстояние, и будет закрывать собой наиболее интересные звезды так, чтобы их свет не мешал, а рядом можно было различить их планеты, экзопланеты, которые вокруг этой звезды обращаются. И тогда мы сможем без труда их изучать. Ну и, наконец, наша надежда на то, что в ближайшие годы, скорее всего, через два года, войдет в строй гигантский телескоп с диаметром объектива почти 40 метров, который сейчас в стадии строительства в горах Чили находится. Скоро он уже будет закончен. И тогда он сможет продолжить эти исследования. И, наконец, последнее, о чем я хочу сказать. А можно ли к этим планетам далеким полететь? Вот Юрий Миллер, выпускник нашего физического факультета Московского университета, где я работаю. Он довольно богатый предприниматель, и он довольно много денег жертвует на научные проекты. И вот один из его удивительных, совершенно фантастических проектов – это запуск космических аппаратов к далеким звездам. Это будет небольшой световой парус, 3 на 3 метра всего лишь, к которому привязан маленький научный прибор. Ну, даже не научный прибор, а вполне самостоятельная научная обсерватория. Давлением лазерного света на этот парус аппарат будет разгоняться до гигантской скорости, почти до скорости света. И за несколько лет, может быть, лет за 10-12, доберется до ближайших звезд, например, до Проксима Кентавра, где мы уже знаем, есть интересная, перспективная для исследований планета. Наконец, не надо ждать, когда наши аппараты доберутся туда, а вдруг к нам что-то прилетает. В 1917 году в Солнечную систему влетел чужой из другой планетной системы астероид. Мы его только начали изучать, правда, он очень быстро пролетел через нашу Солнечную систему, и особенно детально его не удалось поизучать. Но мы уже насторожились, и точно оказалось, вслед за ним в Солнечную систему влетела межзвездная комета. Кстати, ее обнаружил сотрудник нашего института Геннадий Борисов. И эту комету мы сейчас продолжаем изучать, потому что это пришелец из других планетных систем, и она нам может многое рассказать о себе. И, наконец, выяснилось, что даже в атмосферу Земли время от времени вылетают межзвездные метеориты. Они прямо к нам в руки летят, их надо только научиться ловить и изучать. И мы этим сейчас занимаемся. Я заканчиваю свой рассказ. Если вам сама тема этого рассказа понравилась, попробуйте найти недавно изданные книги, посвященные поиску экзопланет и исследованию их. Ну и рекомендую вам свою книгу, в которой тоже об этом сказано. Всего доброго. Лекция окончена.